Полиция, МЧС, Следственный комитет. Сигнальная лента по периметру толпы испуганных людей. Так можно описать то, что сейчас происходит на территории детского сада Рябинка в Вишкайме. Страшная трагедия произошла в полдень. Пять выстрелов, четверо погибших. Тишину дневного сна прервал мужчина. С ружьем ИШ-27 он вошел в боковую дверь. Со слов очевидцев, она единственная была открыта. Первой на пути незваного гостя встала Елена Карпова. В этот момент женщина мыла пол. Выстрел, ранение. Елена подняла тревогу, а стрелок пошел дальше, на второй этаж. В спальне десяток детей. Двое из них никогда больше не проснутся. Воспитатель преградил путь в спальню, но все равно преступник, убив воспитателя, зашел в спальню и, к сожалению, застрелил двоих детей 2016 года и 2017 года рождения. Как отметила Татьяна Николаевна, Росгвардия была на месте через четыре минуты. Было уже поздно. И вроде все по правилам. Тревожная кнопка работает, сигнал отправлен. А армия спецслужб на месте оказалась меньше, чем за час. И все же трагедию не миновали. Воспитательница, которая с собой закрыла детей, Ольга Митрофанова, она не ждала подмогу или служб быстрого реагирования. Женщину знают почти все в округе. Говорят, лишь хорошее. Местные не могут сдержать слез от случившегося. Я с ней работала. Умница и хорошая. Никогда не крикнет. Не только ребенок, кто же вообще тут же бежит. Тетя Тамара, Тамара, давай скорее. Вчера только вечером у дворосителя она идет, сидят прямо. Я говорю, что это там? На городе уже. Я говорю, да так, маленькая. Говорю, что в реальность говорит. Ужасно. Это страшно. Страшно. Ужасно. Это не в голову нельзя. Вчера только была и сегодня уже нет. Она была очень добрая. Если что-то не хотела, то она могла просто сказать то, что не надо, а потом то, что если не хочешь, то не делай. Ну а потом то, что давай сделаешь, а я тебе дам игрушку какую-нибудь. Она хорошая была. Жалко прям. Пока мы общались с очевидцами, мимо прошла женщина. В руках красный сандалик. В глазах пустота. Безысходность. Ноги не слушаются. Идти помогает следователь. Это мама ребенка, чей смех она больше никогда не услышит. Как позже рассказала Екатерина Сморода, уполномоченная по правам ребенка, женщина потеряла единственную родную кровиночку. Мама погибшей девочки. Ей оказывается сейчас срочная медицинская помощь, потому что пережить такую трагедию, осознавать, что вот здесь рядом в здании находится твой ребенок, которого больше нет. Он единственный. Это просто невозможно. Пострадавшим семьям выплатят по миллиону рублей. Это поручение дал глава региона. Алексей Русских прервал рабочую поездку в Ташкент. Вылетел первым рейсом. Вот только боль утраты не заглушит даже самые большие суммы. Стрелявший жил через дорогу от детского сада. Соседи описывают семью Ахтямову как неблагополучную. Постоянные скандалы, ссоры, ругань. Глава семейства злоупотреблял алкоголем. Ни слова от него никогда не услышат, не поздороваться. А родители, что за семья вообще была? Ну, мать-то у них нормальная. Мы с ней выросли на одной улице. Там на улице уголовок. В 15.30 по местному времени действительно стало известно об еще одной жертве. Предполагается, она была первой. Погибший друг главы семьи. Соседи описали мужчину как хорошего человека. Ему было 68 лет. За плечом тяжело перенесенный ковид-19. Женщина, которая живет в соседнем доме, добавила, он был слаб и мухи не обидит. Увлекался охотой. Именно на него было зарегистрировано ружье, из которого стреляли в детском саду. Сейчас принято решение на время следственных действий перераспределить воспитанников Рябинки в другие дошкольные заведения. Мотив преступления остается загадкой. Предварительно стрелявший был психически нестабилен. Со слов местных, с 2013 года стоял на психиатрическом учете.